Игнатий, епископ, Бринчанинов, Отечник, кассета первая, страница 148. Странствуя, не ночуй в таком доме, в котором сердце твое ощущает опасность подвергнуться грехопадению из Авы Исаии. Если услышишь, что в том доме на трапезе с тобой будет присутствовать женщина, то никак не оставайся там. Полезнее для тебя оскорбить пригласившего отказом, нежели совершить прелюбодеяние в тайне сердца твоего. Несмотря даже на одежды женские, не смотри, если это можно. Если на пути встретит тебя женщина и скажет тебе приветствие, восприветствуй ее, имея глаза опущенными к земле. Если некоторые заговорят при тебе о таких греховных помышлениях, которые борют тебя, то уклонись и не слушай разговора, могущего усилить в тебе брань твою. Понуждай себя к обильной молитве, молитва – свет души. Ежедневно рассматривай грехи твои, молись о них, и Бог простит их тебе. Оставив родственников для жительства в пустыне, чтобы садиться странникам на земле ради Бога. Не допускай сладостному воспоминанию о них действовать в тебе. Если начнет тревожить тебя сожаление об отце или матери, воспоминание о брате или сестре, жалость о детях, влечение к супруге, то вспомни неизбежную смерть, когда никто из них невозможет помочь тебе. Почему же, не оставив их тебе ради добродетели, не оставить? Хотя ты безмолвствуешь в келье, но это не освобождает тебя от любви к брату твоему и не дает права отказать ему, если он попросит у тебя какой-либо вещи. Но если эта вещь у тебя, а не лишняя, и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтобы из-за этого не расстроилась твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство. Подвершись ночью искушения, мечтаниям плотского совокупления, соблюди сердце твое при наступлении дня от воспоминаний, являвшихся тебе в мечтании, изображений и от рассматривания их, чтобы не осквернись усложнением при таком рассматривании и не навлечь на себя гнева Божия. Поверни себя перед Богом от всего сердца твоего, и Он многомилостивый к немощам человеческим поможет тебе. Постоянно такое количество пищи, которое бы удовлетворяло потребности тела, чтобы оно пребывало способным к подвигу, совершаемому ради Бога, и не понудило по причине изнеможения к выходам из келии. Если демоны будут склонять сердца твоего, превышающего силы твои, то не послушай их. Они разгорячают человека на всякое дело, которого он не может исполнить, и Он впадает в руки их, а не радуется, обманув и уловив его. Однажды в день употребляй пищу. Удовлетворяй потребности тела твоего, вставая, однако, из-за трапезы ненасыщенным, несколько алщищем, чтобы ты мог постоянно пребывать в благочестивом подвиге твоем. Бдение совершай с рассуждением, не отказывая телу в необходимом покое, разумно и со смирением совершай благочестивый подвиг, чтобы от излишнего бдения не помрачилась душа и не оставила вовсе поприще. Достаточно употреблять половину ночи для бдения и половину для успокоения тела. Прежде, нежели ляжешь спать, проведи два часа в молитве и псалмопении, потом усни. Когда же Господь возбудит тебя, встань и исполни молитвенное правило твое с отчанием. Если ощутишь леность в теле, скажи Ему, неужели ты хочешь покоиться во время этой краткой жизни? И потом навсегда быть вернутым во тьму кромешную, понуть себя немного, и вскоре придут бодрость и сила. Если живешь близ многолюдного человеческого общества, удручая тело твое подвигами ради Бога, и за это люди будут почитать тебя, то оставь место и переселись в другое, чтобы подвиг твой не был тщетным. Если увидишь, что пришло тебе желание посетить разные места, то удручи тело твое трудом и рукоделием более обыкновенного, чтобы оно научилось не смущенно пребывать в келье и питаться хлебом от пота своего. Если пойдешь в город продать рукоделие, то не припирайся о цене его, как то делают миряне. Продай, как придется, чтобы не утратить устроение приобретенного в келье. Покупай что-либо нужное для себя, не торгуйся при этом, не скажи, не даю больше такой-то платы. Понуть себя, дать столько, сколько просит. Если же не имеешь достаточного количества денег, то откажись в молчании от покупки. Может быть, при таком поведении возмутят тебя помысл о необходимости вещи. Скажи помыслам, всячески со мною случалось то, чему подвергались все святые. Бог искушал их нищетою, доколе произволение их не оказалось верным, тогда дано им было обилие. При встретившейся нужде сходить в то селение, где твоя родня, не обращайся свободно с твоими родственниками по плоти и не вмешивайся в их разговоры. Взяв у брата какую-либо вещь на время по нужде твоей, не обращайся с этой вещью небрежно. Заботься о том, чтобы скорее возвратить ее в целости. Если это орудие, которым производится какая-либо работа, тогда его тотчас по окончании работы. Если изломаешь или испортишь его, поправь или замени новым и лучшим. Суди всем либо по возможности твоей бедного брата деньгами или одеждой, и видя, что он не в состоянии отдать, не огорчи его. Не требуй настоятельно возвращения данной вещи. Каждый помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему и облегчится брань твоя. Из-за стыда не позволь себе скрыть ни одного такого помысла, потому что демоны находят себе место только в том человеке, который утаивает свои помыслы как благие, так и лукавые. Если брат по неразумии обольстится учениями еретиков и уклонится от православной веры, но потом, одумавшись, опять возвратится к ней, то не окажи ему презрения, потому что он впал в заблуждение по неведению. Не дозволь себе вступать в беседу с еретиками под предлогом защищения веры, чтобы не извил тебя яд, которым пропитаны слова их. Нашедши еретическую книгу, не дозволь себе прочитать ее, чтобы не наполнилось сердце твое ядом смертоносным. Прибывай в том учении, которым просветила тебя святая церковь, ничего не прибавляя к нему и не убавляя от него. Охранись от лжеименного разума, который здравому учению противится, как говорит апостол. Юный инок, не стяжав полного обучения в подвиге телесном и услышав о высоких добродетелях отеческих, не устремись безрассудных стяжаний их, полагая приобрести их непосредственно и без предварительного обучения в телесном подвиге. Не приобретешь их, не предуготовав и не возделав себя. Если же предуготовишь, тщательно возделав себя телесным подвигом, то добродетели эти придут к тебе сами собою. Охраняйся от лености. Она истребляет весь плод трудов монаха. Подвязаясь против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но подвергни себя перед Богом, говоря от искренности сердца, Господи, не могу противиться им сам собою. Пошли твою помощь и успокоишься. Если в то время, как безмолвствуешь в келии, начнут посеваться в сердце твоем семена скверны, плодское вожделение, смотри, противостань этому влечению души твоей, чтобы оно не возобладало тобою. Постарайся вспомнить Бога и то, что Он соприсутствует тебе, что открыто перед Ним, помышляемое тобою в сердце твоем. Скажи в душе твоей, если ты стыдишься подобных тебе гречников и боишься, чтобы они не увидели грехов твоих, тем более должно стыдиться и страшиться Бога, перед Которым открыто все. От такого размышления возбуждается в душе страх Божий. Когда утвердишься в нем, страсти перестанут колебать тебя, как в Писании. Писание свидетельствует, надеющийся на Господа, как гора Сион не подвижется вовек живущий в Иерусалиме. Да не возрадуется сердце твое, если при подвиге в брани против оставших на тебя страстей и духов заметишь, что она ослабевает и отступает от тебя. Главнейшие силы злобных духов обыкновенно становятся в их задних рядах. Обращаясь в бегство передовыми полками, духи вместе с этим приготовляют сражения более лютые, нежели каким было первоначальное столкновение. Они ставят засаду в стороне от города, отдав ей приказание не трогаться с места, а сами при наступлении твоем на них подвигом бегут от тебя, притворяясь изнемогшими перед тобою. Когда же сердце твое превознесется гордостью, и ты возомнишь, что прогнал их, что город почти в твоих руках, тогда бежавшая внезапно останавливается перед лицом твоим, а скрывшийся в засаде подымается из нее в тыл тебе. Несчастная душа, окруженная ими отовсюду, не имеет возможности спастись куда-либо бегством. Город, в котором можно найти убежище при таком бедствии, Бог. Повергни себя от всего сердца перед ним. Он спасет тебя от всех искушений вражеских. Если ты молишь Бога, чтобы Он освободил тебя от угнетающей тебя греховной брани и пребываешь неуслышан Богом, то не впади от этого в печаль. Лучше тебя знает Бог полезное тебе. Молись Богу во время брани, не скажи, освободи меня от того-то, или даруй мне то-то. Говори в молитве так, твоей, Господи Иисусе Христе, помоги мне. Не допусти меня заблудшего пребывать в грехе моем. Не допусти меня последовать воле моей. Не допусти грехам моим погубить меня. Умилосердись над созданием твоим. Я немощи, не презри меня. К тебе прибегаю, не оставь меня. Исцели душу мою, ибо я согрешил перед тобою. Перед тобою все грехи мои. И нет мне, Господь, мой иного прибежища, кроме тебя. Господи, спаси меня по великой милости Твоей. Перед тобою все стужающие меня. Да постыдятся и посрамятся все восстающие против меня, ищущие душу мою, изъятию. Господи, все возможно Тебе. И тобою славим Бога Отца, и Бога Святого Духа вовеки. Тогда совесть Твоя скажет таинственно сердцу. По какой причине Бог не внимает прошению Твоему? От Тебя уже зависит не перенебречь внушением совести. И исполни то, что она предлагает исполнить. Ведай, что Бог не внимает в молитве только такого человека, который сам оказывает прислушание Богу. Бог близок к каждому человеку. Но исполнение нами пожеланий наших, противных Его воли, не допускает Его услышать нас. Не попусти самообольщению обмануть Тебя. Как земля не может принести плода сама собой, не будучи засеяна, ярошена водою, так и человек не может принести духовного плода без злострадания, производимого подвижнической жизнью и бессмеренно мудрее. Под словом злострадания, разумеется, телесные подвиги и лишения. Иго подвиговые лишения непременно должны возложить на себя и иных желающих освободиться из-под власти страстей. Подвиги и лишения не должны превосходить законные меры, то есть даже не превышать сил и не разрушать здоровье. Иначе без меры можно повредить и погубить все жительство. Законная мера удовлетворению требованием тела состоит в том, чтобы давать ему одно нужное и не давать служащего единственных наслаждений и неги. Не давать того, что ищет одно похотливое пожелание. Прихотливое. Это относится ко всем родам удовлетворения телесных необходимостей. К пище, сну, одежде, келейным принадлежностям, к самой келии. От удовлетворения прихотливых пожеланий является в теле изнеженность, плотское и сладострастное ощущение и настроение, сообщаемое телом, сердцу, и сердцем, душе и уму. Тогда начинает преобладать в человеке плотская жизнь, подавляя стремление духа и доставляя страстям безутраду, беструдную победу. Бог сотворил сперва все видимое и невидимое, потом человека. Сотворил он человека по образу и по подобию своему. Почтил достоинством царя над видимой тварей и поместил в раю. Чувства человека были в состоянии непорочности, соответственно, непорочному естеству его. Когда же он послушался об Ольстителе, тогда чувства его извратились, перешли в состояние противоестественное. Человек извернут из состояния славы. И Господь по великой любви своей к нашему роду сотворил милость с ним. И слово стало плотью. Быть человек в полном смысле слова, подобный нам по всему, кроме греха. Себе он возвратил извращенное естество к естеству первобытному. Таким образом он спас человека. Он отверз ему заключенный рай, оживляя святым воскресением последователей своих, ходящих в заповедях, преподанных им человечеству. Он даровал нам силу победить тех, которые лишили нас славы нашей. Он придал нам святое служение Богу и закон чистый, чтобы человек при посредствии их мог восходить в то естественное состояние, в котором сотворен Богом. Произволяющий прийти в естественное состояние отсекает все плотские пожелания свои, чтобы доставить естественное преобладание духу над плотью. Имеется естественное вожделение, без которого невозможна любовь к Богу. Это вожделение превращено врагом в страстное похотение. Имеется естественная ревность, без которой невозможно преуспеяние в деле Божьем. Эта ревность изменилась в противоестественную. И мы ревнуем друг против друга, завидуем друг другу и лжем друг на друга. Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту. Невозможно приобрести ее, если не будем гневаться на все, всеваемое в нас врагом. Этот гнев заменен в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам. Имеется естественная ненависть, и без ненависти к греху, и демонам не открывается слава души. Эта ненависть превратилась в нас в противоестественную ненависть к ближнему. Увлекаемой ею мы заражаемся отвращением к ближнему. Она изгоняет из человека все добродетели. Естественно, духу нашему возвышенное ощущение презрения к врагам-демонам. Но это ощущение извратилось, мы преклонили вы пред демонами. И превозносимся один над другим, уязвляем друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. В гордости нашей мы соделываем Бога врагом нашим. Все эти свойства созданы человеком и превратились в постыдные страсти с того времени, как человек отвратил себя послушанием Богу, отравил. Приложим всевозможные попечения устранить из себя страсти и восстановить в себе свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в себе Господь наш Иисус Христос. Он свят и обитает в одних святых. Будем пребывать в страхе Божьем, храдя и соблюдая добродетели исполнением их на деле, не поступая ни в чем против совести нашей, но внимая в себе страхи Божьем, доколе и совесть не стяжет свободы вместе с нами, доколе и не установится соединение между ею и нами. С того времени она соделается хранителем нашим, показывая нам каждое преткновение наше. Если же не будем повиноваться ей, то она умолкнет и оставит нас. Мы спадем в руки врагов наших, которые уже не пощадят нас. Господь научает, буди увещеваяся с соперником твоим, то есть мирись с врагом твоим вскоре, доколе ты на пути с ним. Да не предаст он тебя, соперник судьи, а судья предаст тебя слуге и ввергут тебя в темницу. Истинно говорю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь последнего кадранта. Объясняют отцы, что соперникам названа здесь совесть, как сопротивляющаяся человеку, когда он захочет исполнять пожелания падшего естества. Если человек не окажет ей повиновения, то она по праведному суду Божию предает его врагам-демонам. Пророк Осия с плачем говорил о израильском племени Ефрема. Содолел Ефрем соперника своего и попрал в суд. Египта Маляша искал помощи у Египта, и во Астерианы взят бысть насильно. Ефрем, ищущий помощи египтян, изображает собой сердце, стремящееся к исполнению плотских пожеланий. Взятие Ефрема в страну Астериан изображается порабощением сердца демоном, уже против воли его. Невольный бывает следствием произвольного. Приложим попечение себе, чтобы не впасть в руки врагов наших, то есть чтобы не возобладала над нами воля плоти нашей и не увлекла нас насильно в страну Астериан. Чтобы не раздалась о нас горестная весть, совершил царь Ассирийский нашествие на землю израильскую, переместил племя Ефрема из отечества его в страну Ассирийскую, поселил там на реках Алае и Аваре. Там они и до сего дня постигла бедствие Ефрема за то, что он поступал вопреки представлениям соперника, совести и попрал в суд. Тому, кто начинает служение Богу, открывается лишь образ добродетелей, поверхностное понимание их. И если он не вступит в подвиг самым делом, то невозможно приблизиться к Богу посредством деятельного и существенного понимания добродетелей. Если человек не совершит подобающего телесного подвига вполне, то истинное видение не открывается ему. Слепота очей первой супруги патриарха Иакова знаменит, что человек не способен быть зрителем славы истинного видения, когда он еще находится в училище телесного подвига, хотя и правильного. В это время враги еще продолжают примешивать человека угодия в дела подвижника и держат его в слепоте. Когда он при посредстве удовлетворительного телесного подвига подчинит чувство власти духа и освободится от страстей, тогда истинное видение открывается во всей славе уму. Телесные труды охраняют человека от врагов его, грехов и демонов. Истинное видение совокупляет его с Богом. Когда ум достигнет видения божественной славы, тогда он делается страшным для врагов. Когда Исаф в полной ярости и вышел навстречу Иакову, возвращавшемуся в Отечество, но смиренно-мудрый Иаков погасило злобу противника, и Исаф не сделал задуманного нападения на Иакова. Так и враги демоны, хотя не истовятся на человека, но не могут совершить над ним насилие, видя великую славу, объемлющую его в то время, когда он повергается перед Богом. Бог уже соделался помощником его, как сказано в Писании. Когда наконец человек пройдет поприще борьбы и получит защиту от Бога, тогда он достигает мира души, устрояет жертвенник и возносит на нем приношение из имущества, приобретенного продолжительными трудами подвижничества. Когда человек начнет удаляться от исполнения пожеланий своих, перестанет согрешать и прибегнет к Богу, тогда, во-первых, вооружается против него уныние, а оно усиливается возвратить его к прежним грехам и прогоняется прилежным памятованием Бога. Памятование Бога рождается от воздержания. К сохранению воздержания способствует телесный труд. Этими средствами побеждает духовный Израиль. Тогда он воздает благодарение Богу. «Я немощен», — говорит он, — «ты, Господь, мой помощник, мой от рода в род». Если ум не будет тщательно бодрствовать над чувствами, если не будет пребывать в трезвении, то невозможно вкусить духовного бессмертия, воскресения из смерти душевной, возносящего в славу, которую открывает Бог подвижнику, удостоившемуся этого бессмертия. Призрак духовного бессмертия, признак, состоит в том, когда подвиги наши соделаются чистыми и постоянными, когда мы перестанем возвращаться к тем грехам, о прощении которых молились. Когда Бог примет подвиг человека, и он очистится от примеси греховной, тогда невозмогут устоять против человека враги его. Когда они увидят, что человек уже ни в чем не исполняет воли их, тогда отступают от него сами собою. Против воли человека Божия демоны усиливаются насевать в нем семена греховные, но не могут привести намерение своего в исполнение. Они делают все, что могут. Но человек Божий не оказывает им повиновения, потому что сердце его, пребывающее в воле Божией, не соизволяет воле демонов, стяжавших духовное бессмертие посредством благочестивого подвига. Оно сохраняет от всех стрел врага. Стижавшие бессмертие удостоились этого дара по той причине, что непрестанно прибегали под покров Божий, умоляя Бога помочь им и не надеясь ни на какой подвиг свой. Покров Божий садился для них городом, обнесенным твердейшими стенами. Они ведали, что без божественной помощи сами по себе не имеют никакой силы. И потому от действовавшего в них смиренно-мудрее исповедовали с псалмопевцам. Если не Господь созиждет дом, напрасно трудится строящий. Если не Господь сохранит город, напрасно бодрствует страж. Когда увидит Бог, что вполне предался Ему ум человека, и не ищет помощи ни от кого другого, кроме как от единого Бога, тогда укрепляет его, говоря, не бойся, сын мой Яков, раб мой Израиль, не бойся, ибо избавил тебя, прозвал тебя именем твоим, ибо ты мой. И если переходишь сквозь воду, я с тобой, и реки не покроют тебя, и если пойдешь сквозь огонь, не сгоришь, и пламеня полить тебя, ибо я Господь Бог твой, святый Израилев, спасающий тебя. Псалм 126.1, Исайя 43.1.3 Путешествую вместе, обращайте внимание на того, кто между вами немощнее других, оказывайте ему снисхождение, когда ему нужно будет посидеть немного или вкусить пищи, прежде назначенного часа. Когда выйти на общее послушание, каждый из вас не наблюдает за собой, а не за братом своим. Не дерзь не учить брата или приказывать ему. Если скажешь брат, скажет, окажите любовь, научите меня этому делу, я не знаю его, то знающий не должен отговариваться незнанием, такое смирение неблагоугодно Богу. Увидя, что брат делает свое дело недостаточно, не скажи ему, что он не так делает или портит. Но если он будет просить тебя, чтобы ты оказал ему любовь и научил его, а ты не исполнишь просьбы его, промолчишь, то покажешь этим, что в тебе живет не любовь Божия, а лукавство. 202. А в Исаии, если брат сварит пищу и сварит ее недовольно хорошо, то не скажи, что он сварил худо. Таким отзывом нанесешь вред душе твоей. Подумай, как тяжело было бы тебе выслушать подобный отзыв от другого, и успокоишься. Если совершаете псалмопение вместе, и читающий ошибется в слове, не замечайте ему этого тотчас. Не смутите его, хотя бы он и пропустил что. Когда же он попросит, чтобы его поправили, то сделайте это с любовью. Не поступайте ни в каком случае дерзко. Самый наружный образ ваш дослужит назиданием. В особенности же дослужит назиданием ваше молчание, и явное, и в духе. В том, кто расслаблен по жительству, гнездятся все страсти по причине праздности сердца его, и потому что он не видит грехов своих. В Семирином мудром сердце пребывают божественные заступления, надежда, кротость, бодрствующая совесть, отвержение своей воли и понуждение себя ко всему благому. В сердце ожесточенным пребывают высокомерие, высокомудрие, любопрение, предпочтение себя ближним, попрание совести, пренебрежение к скорби огорченного тобой брата, когда кто говорит, какое мне дело до того, что он скорбит. Благоприятный Богу добродетели, совершаемое в тайне. Если ты живешь с братьями, и помысл начнет предлагать тебе, чтобы ты возложил на себя особенное воздержание в пище, то скажи помыслу. Немощный брат, живущий со мной, есть господин мой. Если же ты хочешь непременно воздерживаться более других, то уединись в отдельную келью, а не огорчи немощного брата твоего. Не делайте того, чем по соображению вашему оскорбится брат ваш, узнав, что вы сделали это. Если имеешь в чем нужду, а брат не догадывается дать тебе это, не скорби на него, говоря, почему он сам не догадался дать. Скажи ему с доверчивой простотой, окажи любовь, дай мне то или то, потому что я имею в том нужду. Такова святая искренность сердца. Если же не скажешь, но будешь роптать и укорять брата в сердце твоем, то подвергнешься осуждению. Если возникнет между вами вопрос о значении какого-либо изречения Писания, то знающий значение этого изречения да объяснит его смиренно, по силе своей, не настаивая на своем мнении, и да успокоит брата с любовью. Главное, чего мы должны искать, состоит в том, чтобы мы смирялись перед братьей нашою. Помышляющий непрестанно о том суде, на который он должен некогда пристать, предлагает все усильные попечения, чтобы не заградились тогда недоумением уста его, чтобы в страшный этот час он не оказался не имеющим никакого оправдания. Не любопытствуйте и не расспрашивайте о суетных делах мира. По чистоте вашей будьте жертвенником Божиим. Садилайтесь священником внутреннего человека. Всегда да приносит он кадила и утром, и вечером, чтобы жертвенник никогда не оставался вне фимиама. Понуждайте себя постоянно пребывать в молитве и молении пред Господом. Да дарует вам простоту и незлобие, и да отымет от вас противоположно этим добродетелям лукавство, бесовскую злохитрость, любопытство, самолюбие и злобу. Этими страстями уничтожается весь духовный плод в тех, которые увлекаются ими. Совершенство всего жительства монашеского заключается в том, когда человек достигнет страха Божия в духовном разуме, и внутренний слух его начнет внимать совести, направленной по воле Божией. Такой человек таинственно научится более, нежели извне, словами. В ком нет этого домовладыки? Тот достоин всякого сожаления. Душа его управляется одной волей плоти. Демоны по произволу своему влагают мысли, какие хотят. Сердце его находится не в его власти, но во власти врагов. Если кто живет единодушно с отцом или братом, тот должен хранить совесть по отношению к ним и не входить в общение с кем-либо посторонним, по какому-либо предмету. Во всем он должен пребывать в общении единственно с теми, с кем живет. В этом мир и повиновение. Живя с отцом или братом, не заведи тайной от них дружбы с кем-либо, не пиши писем кому-либо тайно от них, желая, чтобы они не знали, потому что этим можешь погубить и себя, и их. Живя старшим тебя, не позволь себе, не спросив его прежде, оказать благодеяние нищему. Не сделай этого тайно. Если вопрошаешь о помысли твоем, то вопроси прежде, нежели исполнишь его. Спроси о нем в то самое время, как он берет тебя, будет ли тот помысл бореть тебя, помысл о перемещении, или об обучении какому рукоделию, или о перемене рукоделия, или о вступлении в сожительство с некоторыми братьями, или о разлуке с ними. Вопрошай свободно о всем этом прежде, нежели приведешь помысл в исполнение. Открывай могущему вращевать тебя недуги души твоей и страсти, восстающие в теле твоем. Открывай не как неповинный ни в чем, но как уязвленный, чтобы получить исцеление от недуга. Советуюсь о помыслах твоих, не допусти себе лицемерство, говоря не прямо то, что следует сказать, или говоря о своем поступке, как бы о поступке другого. Скажи истину и приготовься исполнить услышанное. Покушаясь обманывать старцев, которых вопрошаешь, ты будешь обманывать не их, а самого себя. Вопросив старцев о твоей внутренней борьбе, не послушай помыслов, которые будут советовать тебе, чтобы ты изменил совет старцев каким-либо своим пополнением. Прежде, нежели вопросив старцев, помолись Богу, говоря, Господи Боже мой, сотвори со мной милость и внуши отцам дать мне ответ по воле твоей. Помолившись так, спроси отцов, что они скажут, исполнись с верою, и Бог успокоит тебя. Может случиться, что, живя с братьями, ты захочешь оставить их, не обретая покоя в сожительстве с ними по какой-нибудь причине, или по причине несвойственных тебе работ, или по причине притеснений, или по недостатку в разных удобствах, или по унынию, которого не можешь претерпеть, или по желанию жительства в безмолвии, или будучи не в силах подчиниться по слушанию, или потому что не можешь исполнять своей воли, или по недостатку в нужных для тебя потребностях, или по желанию возложить на себя подвиги, или потому что ты немощен и не можешь выносить трудов общежития. Словом, по какой бы то ни было причине, побуждающей сердце твое к перемещению, смотри, не сделай этого опрометчиво, не уйди с огорчением, как бы свергая иго рабства, не убеги тайно в скорби, не удались из среды размолвки, чтобы не унести с собой памятозлобие на братство. Избери для отшествия твоего время общего спокойствия, и по исшествии в твоем сердце твое пребудет в мире. Переместившись куда-либо, возлагай причину удаления твоего из прежнего места на самого себя, не оговаривая братьей, с которыми жил прежде. Не послушай врагов-демонов, внушающих тебе порицанием братья, прикрыть себя, извратить благое отношение их к себе и представляться обиженным. Если поступишь так, то не устоишь против врагов твоих на вновь избранном месте. Пришедшись на новое место, не решайся тотчас устроить себя в нем, не рассмотрев его положение. Если ты благоразумен, то в продолжении немногих дней узнаешь, душеполезно ли или душевредно остаться там. Безмолвствия в келье, если ты возложил на себя какой-либо особенный подвиг, например, употреблять пищу не раньше известного часа, или не есть вареной пищи, или что-либо другое, то во время твоего путешествия, сидя с другими за тропезой, остерегись, сказать, «Прости меня, я не употребляю этой пищи». Поступив таким образом, ты сделаешь весь подвиг твой суетным, придав его тщеславию. Господь повелел нам делать это втайне, чтобы Отец наш воздал нам явно. Любящий труды свои хранит их, чтобы они не были тщетны. Всякий недостаток и всякую погрешность брата, известная тебе, старайся предать забвению. Да не отверзутся устав твои и сказать о них что-либо прочее, братья, потому что этим нанесешь тяжкую язву душе твоей. Устремляй внимание не к угождению себе, но к суду Божию, во всяком деле твоем имей Бога перед очами. Поместившись для жительства в каком-либо месте, один, по собственному избранию, или пришедший туда, к братьям, уже живущим там, и увидев там рукоделие и занятия, приносящие вред душе или несвойственное монашеству, не дерзни отворить уст твоих для обличения их. Уйди в другое место, если не обретешь душевного спокойствия в этом месте. Перейдя в другое место, не злословь братья, оставленные тобой, иначе нанесешь величайший вред душе твоей. Если ты немощен и преклонен к страстям, то не допускай братьям открывать тебе приходящие им страстные помыслы, как бы достигшему без страстия, потому что такое занятие соделается гибельным для души твоей. Во дни наши карает вселенную гнев Божий. Слыша это, не смущайтесь. Вразумляйте сердца ваши таким рассуждением. Что значит эти скорби в сравнении с адскими муками, которым предадут нас за грехи наши? Хотящие безмолвствовать душеполезным безмолвием должны внимательно охранять себя от всего, чем окрадывается безмолвие, не терять времени, предаваясь мысленным пленениям и горькому порабощению в духе, увлекающим сердца безмолвников в несвойственное им мысленное занятие, при котором оставляется плач о грехах своих. Расположение к любопытному исследованию Писания приводит к овражде и спорам, а плачем о грехах доставляется мир. Монаху, безмолвствующему в келье, вменяется в грех, если он, оставив плач о грехах своих, обратится к пытливому исследованию Писания. Кто вдастся в объяснение Писания, не стяжа в предварительной духовной свободы, тот поработился в страсти любопытства и сильному увлечению мысленным пленением. Кто бодрствует, стараясь не увлекаться пленением, тот любит непрестанно повергать себя перед Богом в сокрушении сердца. Кто хранит и исполняет слова Божии, как должник, тот познал Бога. Да коли ты еще умоляешь Бога о помощи, чтобы Он пришел и спас тебя от греха, да то ли не ищи высоких дарований Духа. Дарование Божие приходит сами собой, и когда место, то есть сердце, соделается чистым, чуждым всякой скверны. Утверждающиеся на своем разуме и последующей своей воле соделываются жилищем Духа неприязни и непричастным того Духа, от которого рождается сокрушение сердца. Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что именно так должно понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатств Божиих. Напротив того, кто и понимает, говорит, не знает с точности слова Божия, потому что я ограниченный человек, тот воздает славу Богу. В нем будет обитать слава Божия, соответственно, его преуспеяние и смиренно мудрию. Не советуйся о помыслах твоих со всеми, советуйся о них только с отцами твоими, иначе навлечешь в себе скорбь и смущение. Язык твой доупражняется в словах Божиих разумно, и ложь отбежит от тебя. А от любви к славе человеческой рождается ложь. Страв Божий возрастает и усиливается в сердце того человека, который отражает от себя славу человеческую и смиренно мудрием. Не ищи дружбы с славными мира, чтобы слава Божия не погасла в сердце твоем. Простота и невменяемость ощущают сердце от лукавства. Кто ведет себя лукаво в отношении к брату своему, тот невозможет избежать печали сердечной. Пункт 250 А в Исаии, страница 165. Кто имеет одно в сердце, а другое на языке по лукавству, того молитва и подвиги суетны. С такими не своди знакомства, чтобы не заразиться их ядом и скверною. Друзьями твоими добудут незлобивые, и соделаешься участникам их чистоты и славы. Три добродетели постоянно охраняют ум, постоянно необходимы ему. Естественная ревность, мужество и отвержение лености. Три добродетели, когда ум увеет их в себе, служат для него признаком, что он достиг бессмертия, рассуждения, различающие добро от зла во всех случаях, благовременное предусмотрение и добра, и зла, свобода от внешнего влияния. Четыре добродетеля имеют свойство очищать душу, молчание, хранение заповедей, устранение излишеств и смиренно мудрия. Ум постоянно нуждается в следующих четырех добродетелях. В повержении себя перед Богом, неоскудной молитвою. В умершлении беспристрастием ко всякому человеку. В полном отвержении осуждения ближних. В стяжании глухоты к словам, которыми обольстительно говорят страсти. Четыре добродетели доставляют юности, Божию помощь, непрестанное поучение, сердечное болезнование, бдение и невменяемость. Четыре недостатков поведения скверняют душу, хождение в город и нехранение там очей, дружеское знакомство с женщиной, дружеское знакомство с славными мира, частые беседы с родственниками, пристрастное расположение к ним. Четыре недостатка в поведении возбуждают блуд в теле, насыщение сном, насыщение пищей, смех и шутки, украшение тела. Четыре недостатка в поведении соделывают душу бесплодную, прихождение с места на место, расположение к житейским попечениям, любовь к имуществу и скупостью. Тремя добродетелями, трудноприобретаемыми, сохраняются все прочие, сокрушением сердца, плачем о грехах и непрестанным памятованием смерти, как бы уже представшей. Три порока не пристают обладать душой, доколе она не достигнет меры совершенства. Эти пороки не перестают отторгать ум от добродетеля, а не суть. Пленение, леность и забывчивость. Забывчивость Забывчивость борется с человеком до последнего издыхания его и вводит его в подвиг. Она упорнее всех страстей и родительница всех зол. Она ежесчастно разрушает то, что человек созидает. Отрекшись от мира и посвятив себя Богу покаянием, не допусти смутить тебя помыслу, если он будет представлять, что ты не получишь прощения в соделанных тобой согрешениях. Но опять не пренебрегай заповедями Божьими, обращаясь к прежним грехам, иначе они не простятся. Не употребляй пищи с женщинами, не вступай в близкое знакомство с юными. Одеваясь и раздеваясь, не давая свободы глазам твоим. Не оставляй молительного правила, чтобы не впасть в руки врагов твоих. Прилежи псалмопению, оно сохранит тебя от осквернения, мечтаниям греховным. Люби телесные подвиги и лишения, и укротятся в тебе страсти. Постарайся не вменять себя ни в каком случае. Это доставит тебе возможность предаться плачу о грехах твоих. Хранись от лжи. Она изгоняет страх Божий из человека. Не открывай помыслов твоих перед всеми, чтобы это не послужило причиной преткновения для ближнего твоего. Открывай помыслы твои отцам твоим, и благодать Божия покроет тебя. Тщательно занимайся рукоделием твоим, и страх Божий будет сожительствовать тебе. Не увлекись усладительным вспоминанием соделанных тобой согрешений, чтобы ощущение этих согрешений не обновилось в тебе. Возлюби смирение, оно покроет тебя от грехов твоих. Не будь спорлив, чтобы не соделаться жилищем всякого зла. Придай сердце твое в послушание отцам твоим, и благодать Божия будет обитать в тебе. Безмолвство в келье особливо заботься о трех деланиях, о молитве, о поучении и о рукоделии. Живя так, как бы каждый день переживаемый тобой был последним в жизни, и не согрешишь перед Богом. Не дозволяй себе насыщение, особливо присыщение пищей, чтобы не возобновились в тебе прежние согрешения. Не предайся унынии и лености в каком-либо виде подвига, чтобы не вступило в тебя действие врага. Тщательно упражняйся в божественном поучении, и вскоре Бог сотворит обитель свою в тебе. Как разрушенный дом, стоящий вне города, делается местом всякой нечистоты, так и душа монаха, предавшегося лености, делается жилищем всех постыдных страстей. Принуть себя к обильным молитвам, соединенным с плачем, и Бог в свое время умилосердится над тобой и совлечет в тебя ветхого согрешающего человека. Совокупи в своем подвиге труд, нищету, странничество и молчание. От них рождается смирение, а при посредстве смирения получается прощение всех грехов. Монах обязан держать двери душевные заключенными, хранить все чувства свои, чтобы не подвергаться через них падениям, и удаляться от тех, которые вовлекают его в разговоры о суетных предметах приходящего мира. Сердце невозможно соделаться и прибить жилищем Божиим, если не будет ограждено смирением и целомудрием, если не будет чуждым и других пороков. Невозможно служить вместе Богу и страстям. Пылкий юноша постепенно укращается и достигает надлежащего настроения, если, оставя свою волю, будет наставляться учением отцов и повиноваться советам их. Если юный инок будет пребывать в обществе своих сродников или даже иноков, не руководствующихся правилами истинной монашеской деятельности и подвижничества, то он утратит то благое нравственное устроение, которое преподано ему отцами. Тщеславие погубляет добрые дела того человека, который выставит эти дела на показ другим. Если устье сосуда с вином оставлено будет отверстым, то набирается сосуд комары и мошка, отчего вино портится. Подобному повреждению подвергается и душа от многословий, от разговоров, шуточных и пустых. Вино, выставленное на ветер, теряет все достоинства своих. Подобно этому гордость губит все подвиги инока. Вино скрывает в глубоких погребах и укрывает его. Тогда оно устаивается, получает крепость и вкус. Подобно этому действует на инока безмолвие и невменяемость. Невозможно ему сохранить в целости свой подвиг иначе, как в безмолвии и при искреннем сознании своего недостаточества во всех отношениях. Невозможно иногу возуповать на жительство свое, доколе он не предстанет пред Бога, доколе Бог не оценит и не одобрит жительство его. До того времени он должен постоянно пребывать в страхе. Мелочи, ничтожничьи мелочи, могут погубить весь плод подвижнической жизни, если инок пренебрежет этими мелочами. Возлагающий надежды и приходящий мир слеп. Если же он, отверший этот предмет надежды, устремит ее к обетованиям Божиим, то он прозрел. Кто, по-видимому, ищет Бога, но вместе любит плотскую волю сердца и водится плотским мудрованием, тот хром. Если же, отрекшись от последования плотским вожделением, он возлюбит Бога всем сердцем, то начнет ходить прямо. Страждет глухотою тот, кто предался мирским заботам и попечениям. Глухота производит в нем постоянное увлечение суетой и забвением Бога. Если он, оставив суетные занятия, обратится к основательному изучению заповедей Божьих, то способность слуха возвращается ему. Страница 170. Прокажен тот, кто имеет вражду на ближнего, ненависть и зависть к нему, кто злословит ближнего. По этой причине ему, подобно древним прокаженным народа израильского, воспрещается вход в дом Божий. Если он отвергнет эти пороки, ощущается. Когда прозрит слепой, начнет ходить без прескновения, хромой, начнет слышать глухой, и очистится прокаженный, тогда воскресает и обновляется человек, да то ли умершленный этими недугами во время лености своей. Он благовествует свое состояние обновления чувств, находившимся, да то ли в состоянии нищеты по отношению к добродетелям. Пункт 300 А в Исаии. Иоанн Креститель имел одежду из волоса верблюжьего, был опоясан кожаным поясом под шреслом и жил в пустыне. Это служило знамением умершления плоти подвигами и образом покаяния. Подвиги покаяния совершают предварительное ощущение человека и соделывают его способным взойти на Крест. Крест есть знамение духовного бессмертия. Восхождение на Крест совершается после того, как заградятся уста фарисею и саддукеем. Саддукеи служат образом неверии и безнадежи, а фарисеи же образом лукавства, лицемерия и тщеславия. Когда ум увидит себя непорабощаемым никакой страстью, тогда он приготовляется к бессмертию, собирая воедино чувства свои, соделывая из них единое целое, питая их и содержая во взаимном согласии духовным действием, для которого он служит орудием. Ум, желая взойти на Крест, должен пролить много молитвы, много слез, должен повергаться ежечасно перед Богом, предаваясь воле Его и прося помощи от благости Его, чтобы она укрепляла, сохраняла Его и воздвигла в святое обновление, уже не подвергающееся побеждениям. В час восшествия на Крест наступает скорбь великая. Молящийся имеет нужду в том, чтобы соприсутствовали Ему Петр, Иоанн и Иаков, то есть вера здравая, надежда мужественная и любовь к Богу. Господь наш Иисус Христос подъял за нас страдания и крестную смерть и служит этими действиями Своими образцом для нас. Мы должны, как говорит апостол, разуметь Его и силу воскресения Его и сообщение страстей Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Господь вкусил желчь ради нас, чтобы мы извергли из себя все нечистые вожделения, чтобы заградили для них все выходы, не допуская им удовлетворяться припосредствии тела и погублять нас. Господь вкусил уксус за нас, и мы должны угосить в себе все проявления гнева, всякое смущение суетное. Господь принял на себя заплевание, чтобы мы научились презирать человеку угодие и славу мира сего. Глава Господа была увенчана терновым венцом, чтобы мы научились постоянно пребывать в самоукорении и припосредствии Его переносить по ношению несмущенно. Трость, которую били Господа по голове Его, служит для нас образом смиренно-мудрее, которым, как палицею, мы должны поражать гордыню, насеваемую в нас дьяволом. Господь Иисус, прежде пригвождения ко кресту, предан был на биение. И это служит наставлением для нас. Прежде восшествия на крест мы должны претерпеть от человеков многоразличные поношения и обвинения. Одежды Господа разделены были по жребию. Это служит образом для нашего поведения. Прежде восшествия на крест мы должны презреть мир и перенести без смущения потерю тленного имущества. Как и апостол сказал, «И расхищение и имение ваше приняли с радостью, зная, что имеете себе имение на небесах пребывающее и лучшее». Все это должен исполнить человек, чтобы взойти на крест. Если же он не исполнит, по мере сил своих, того, что совершил Господь, то невозможно взойти на крест. Во время борьбы со страстями, подвергаясь скорби от них, мы должны терпеливо переносить это состояние, не предаваться унынию и расслаблению, но смиренно мудрее вопиять к Богу и укрепляться надеждою. Страсти потухнут в свое время. Когда ум освободится от всякого упования на суетный мир, то это служит признаком, что умер грех в душе. Когда ум получит свободу, тогда отъемлется связостение, разлучающее его от Бога. По умершлению в нас греха, отпадает и тяжесть, и слепота. И все, что утесняло душу, чувства доселе умершленные, и плодоприносившие смерть, восстают здравии и непобедимости. Ум как бы обвит освящением и упокаивается в нетлении. Освободившись от всех возмущений, он в субботстве и жительствует в другом, новом веке, углубленные в рассматривание предметов новых, нетленных. Возлюбленные, приложим должное попечение о своем спасении. Каждому из нас немного осталось жить на земле. Но не может человек приложить должного попечения о душе, если он печется излишне о теле. Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что заботился столько о том, что не приносит никакой пользы. Стижи ощущение того, что Бог взирает на каждое дело твое. Непозволительно размышлять в тайне сердце о таких делах, которые стыдишься совершать перед человеками. Познается древо от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает. По устроению ума познается состояние души. Доколе побеждает тебя грех, хотя и в мелочах, не признавай себя бесстрастным. Кому даровано свобода, в памяти того уже не возобновляется страстно согрешение, соделанное им прежде. Не признавай себя свободным, доколе прогневляешь в чем-либо владыку твоего. Не может быть дарована свобода человеку, доколе он желает чего-либо принадлежащего миру. Позаботься о твоем теле, как о храме Божьем. Позаботься о нем. Оно должно воскреснуть, а ты должен дать отчет Богу, что сделал ты со своим телом. Сколько заботишься о уврачевании тела, когда оно заболит, столько позаботься о том, что приготовить его к воскресению ощущением от всех страстей. Ежедневно, прежде приношения молитв Богу, займись рассматриванием себя, в какой степени ты победил каждую страсть твою или насколько побежден ею. Земля не может принести плода, не будучи засеянной орошено водою. Так и человек не может совершать покаяния бессмиренно мудрее и удручение тела подвигами. Растения прозябают из семени и цветут от действия на них благорастворенного воздуха. И разум человека возрастает и процветает от исполнения и хранения заповедей. Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божьих, а свидетельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести. Если безмолвник ощутит, что блудное сладострастие покушается насеяться в душе его, то он должен немедленно отразить прирожение этой страсти в самом начале их, иначе она может увлечь его. Старайся помнить, что Бог взирает на тебя и что открыто перед ним то, о чем ты размышляешь в тайне сердца. Скажи душе твоей, ты остерегаешься подобных тебе грешников, чтобы они не увидали тебя в то время, как ты совершаешь согрешение. Тем более должно бояться и стыдиться Бога, который видит сокровенное движение сердца. От такого размышления возбудится страх Божий в душе. Если поступишь под водительство страха Божия, то никакая страсть не будет насиловать тебя. Верующий, что он по исшествии из тела должен предстать на суд Божий, ни в каком случае не позволит себя осуждать ближних. Он памятует, что потребуется Богом от него полный отчет в собственных делах его. Верующий, что для святых уготовано царство, старается охраняйся от малейших и ничтожнейших уклонений, чтобы соделаться сосудом избранным. Ава Исаия Верующий, что тело его воскреснет в день общего воскресения, заботится очистить его от всякой скверны. Нет в мире ничего такого, что могло бы отлучить от любви Божией сердца, в которое она вселилась. Признаю великим и честным делом победу над тщеславием и стяжание духовного разума. Одержимый мерзостной и лукавой страстью тщеславия, чушь мира, ожесточается сердцем против святых, и в довершение зол впадает в высокоумие и в навык колжи. Верный раб Христов, скрывай подвиги Твои и добродетели, удерживай с болезнью сердца и язык, порывающийся к тщеславию, чтобы язык не отнимал у Тебя приобретенного Тобое и не предавал его врагам Твоим. Любящему человеческую славу невозможно достичь без страсти, зависть и рвение живут в нем. Блаженны те, которых подвиг совершен в духовном разуме. Они уже не ощущают никакого отягощения в жительстве своем, достигшись священного покоя. Они возвысились превыше всех козней, устраиваемых пронырливыми бесами, в особенности теми, которые внушают боязнь, сомнение и двоедушие. Этим отклоняет человек от всякого предпринимаемого им благого дела ради Бога. Бесы изводят уныние на душу, наводят в предположение, не истощится ли ее терпение в продолжительном ожидании милости Божией, не покинет ли она самого жительства по Богу, признав его невыносимо трудным. Но, полагаю, если будут в нас любовь, терпение и воздержание, то демона не успеют ни в каком намерении своем, в особенности же, когда ум стяжет познание, что лености и унынием не извращаются все добродетели, когда ум победит страсть лености и уныния. Если ты оставил все принадлежащее суетному миру, то блюдись от беса, наводящего печаль на основании избранного тобой великой нищеты и соединенного с ней скобного положения, исполненного лишений. Если победишься печалью, то невозможешь достичь великих добродетелей. Эти великие добродетели заключаются в том, чтобы не вменять себя, что переносит благодушно укоризну, и радоваться тому, что считают тебя неспособным ни к какому делу и занятию и суетного мира. Если потрудишься стяжать эти добродетели, то они уготовят душе твоей нетленный венец. Признаются нищими не те только, которые оставили видимое вещество, но наиболее те, которые обнищали в отношении козлу, которые непрестанно алчат упражняться в памяти Божией. Стяживают бесстрастия не те, которые прилежат исключительно телесным подвигам, но по преимуществу те, которые заботятся о устроении внутреннего человека и отсекают пожелания падшего естества. Эти именно и получают венец добродетелей. Стань на страже сердца твоего, внимая чувствам твоим. Если будешь в мирном настроении твоем действовать память Божия, то усмотришь разбойников, окрадывающих тебя. Только тот, кто наблюдает за своими помыслами, может познать покушающихся войти в него и осквернить его. Заботясь с пламенной ревностью о исполнении заповедей Божиих, приметишь и смущающих тебя, и те начала, на основании которых они смущают, а не смущают ум, чтобы привести его в рассеянность и праздность. Познавшие коварство демонов можно было бы получить известность. Когда подвижник достигнет этого, тогда чувства его расслабевают, страсти по необходимости насилуют и пленяют его. Он утрачивает воздержание, таинственно скреплявшее его. Благотворное действие воздержания уничтожается гордостью и насыщением, этим неминуемым следствием избытка в жизненных потребностях. Если сердце твое увлекается от молитвы и поучения в разные помыслы и подвергается против воли твоей рассеянности, так что ты не можешь остановить этого увлечения, то делание твое еще находится в естестве Адама, напротив того. А оно в естестве Иисуса, если сердце искренно возненавидело грех, и с решительностью устранило себя от начала рождающих его. Если вечная мука предстоит непрестанно пред душевными очами твоими, и ты соделался чуждым всего, что влечет в нее, если ты молишь Творца твоего сосредоточенную молитвою, чтобы он пребывал с тобою, и никаким прислушанием не прогневляешь его, если ты плачешь перед ним, говоря, Господи, спасение мое от врагов моих принадлежит тебе, самому мне без помощи твоей невозможно избежать рук их. При этом наблюдай за сердцем твоим, чтобы не огорчать ни в чем наставляющих тебя о Господе. Если человек не стяжет послушание, смирение и терпение, то он не может выйти из противоестественного состояния, хотя бы и сохранил все прочие заповеди. Обратись всем сердцем в повиновение Богу, искренне умоляя его и говоря, Господи, весь я пред Тобою, удостой меня быть в воле Твоей, потому что я не знаю, что полезно мне. Ты сотвори брань с врагами моими, потому что я не способен ведать всей злобы их и всех ухищрений. Если будешь молиться таким образом от всей души и направишь деятельность в твою соответственно естеству Иисуса, то он не попустит тебе подвергнуться обольщению и обману в чем-либо. Если не предашь себя в полное повиновение Господу и будешь последовать только одной или немногим заповедям Его, то он не будет помогать тебе. Поле не может само собой очистить от плевелов, не может оно само собой засевать семенами соответственно почвы своей. Не могут произрастать на нем растения, приносящие плод, вместе с злокачественными плевелами, потому что нежные плодовитые растения заглушатся и подавятся дебилами плевелами. Так и человек, если не получит божественной помощи, то невозможет очистить от плотских похотений и соблюстись от греха. Преуспевший или желающий преуспеть, да хранит себя благоразумно от начала рождающих грехи, и грехи из них могут сами собою. Подвязающийся познает значение греха и всю горечь его. Небрегущая подвижничести приготовляет себе муку. Пункт 350 А в Исаии. Боящийся немощи тела не достигнет состояния свойственного непорочному естеству. Но Бог силен доставить ему это состояние, если он при всякой встречающейся трудности припадает к нему и просит у него помощи. Если б Гедеон не сокрушил глиняных сосудов, то не увидел бы света светильников, которые были скрыты в этих сосудах. Так и человек, если не презвит тела своего, то не увидит света божества. Если ум укрепится и решится последовать любви, то погашаются все страсти плоти и духа. Любовь долготерпит, милосердствует, ненавидит рвение и гордыни, соделывает естественную для сердца невменяемость и не попускает ничему противоестественному насильственно порабощать себе ум. Силой любви ум противостоит порочным влечениям, враждебным непорочному естеству и, наконец, совершенно уничтожает их. Если ум, руководимый истинною, возобладает сердечными движениями, то он соделывается главой души и не допускает ей принять что-либо противоестественное, то есть греховное. Он поведает ей все бедствия, которым подвергали ее противоестественные влечения в течение всего того времени, в которое они были перемешаны с влечениями естественными. Когда человек отлучит себя от находящегося на левой стороне, то есть от общения с демонами и от последования внушением их, тогда он увидит согрешения свои перед Богом во всей подробности их. Тогда он познает Иисуса, но человек не может увидеть грехов своих, доколе не разлучиться с ними разлукой исполненной труда и горести. Достигшие этого состояния обрели плач и молитву, вспоминая лукавую дружбу свою со страстями, они не смеют воззреть к Богу и пребывают в постоянном сокрушении духа. Будем подвязаться тщательно на кратком попище земной жизни сохраняя труд наш в целости непричастном злу. Только при этом условии возможен после смерти избежать из рук врагов наших, демонов, безмерно лукавых и немилостивых. Блажен тот, в ком эти противные силы не найдут ничего принадлежащего им. Возлюбленные, будем плакать пред Господом по силам нашим, чтобы Он по благости своей умилосердился над нами и не спаслал нам силу, которую возмогли бы мы благовременно с земной деятельностью нашей преодолеть князей тартерских, которые выйдут навстречу нам по исшествию нашим из тела. Будем подвязаться в сетово недуха и стяжем в себе стремление к Богу и Он исхитит нас из рук демонских, когда демоны, долженствующие встретить нас, вознамерятся похитить нас. Когда душа выйдет из тела, страсти, которые она усвоила себе во время земной жизни, служат причиной порабощения ее демоном. Добродетели, если она приобрела их, служат защитой от устремления демонов. Будем исполнять должное по силам нашим, и великая сила Господа нашего Иисуса Христа поможет смирению нашему. Он ведает, что человек окаяниен и потому даровал ему покаяние на все время земной жизни его и действует на нас могущественное и спасительное покаяние до последнего издыхания нашего. Устремляй непрестанно помышления твоих Богу и Он сохранит тебя. Не возлагай никакой надежи на приходящий мир, чтобы она не погубила тебя. Уходя с земли, оставишь все принадлежащее миру. Сделанное же ради Бога будет сопутствовать тебе и помогать во время нужды. Возненавидь мирские беседы, чтобы сердце твое соделалось способным узреть Бога. Люби молиться часто, что просветилось сердце твое. Не люби лености, и страх Божий вселится в тебя. Будь благосклонен и милости к неимущим, чтобы не постыдиться перед святыми, когда они за милость будут вступать в вечное блаженство. Возненавидь вожделение яст, чтобы амалик, то есть блудная страсть, не возбранил тебе входа в землю обетованную. Не люби употреблять вино до опьянения, чтобы не лишиться веселья божественного. Памятуя о Царстве Божием Небесном, и будет мало-помало привлекать тебя к нему это памятование. Вспоминай о гиенне и возненавидь дела, влекущие в нее. Ежедневно утром восстав от сна, приведи себе на память, что ты должен дать отчет Богу во всяком деле твоем, и не согрешишь перед Ним. Страх Его вселится в тебя. 370 пункт А. Исаия. Приготовляйся предстать Ему, и будешь творить волю Его. Во всякой погрешности твоей приноси покаяние, и не подвернешься недоумению в час смерти. Не надейся на себя. Все благое, совершающееся в тебе, есть вследствие милости и силы Божией. Не превозносись верою твоею, но пребывай в страхе до последнего издыхания. Не высокомудрствуй о жительстве твоем, признавай его достойным одобрения, потому что враги твои стоят еще перед лицом твоим. Не возуповай на себя, доколе странствуешь в земной жизни, доколе ты не миновал темных властей воздушных. Трезвись против духа, наводящего печально человека. Он распростирает многие сети, чтобы уловить тебя и вернуть в расслабление. Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека по воле Божией. Напротив того, враг ищет, чтобы ты оставил подвиг воздержания и предался отчаянию. Знай, что демонский помысл тот, который скажет, куда убежишь? Покаяния не имеешь, прощения не получишь. Печаль по Богу не вергает человека в отчаянии, напротив того, утешает его, внушая ему не бойся. Снова прибегни к Богу, он благо милосерд, он знает, что человек немощен и помогает ему. Хуйные помыслы отвергай, не обращая на них внимания, и они убежат от тебя. Они расстраивают только того, кто убоится их. боящийся приступит к совершению добродетеля и обнаруживает этим, что он не верует Богу, боящийся приступить к совершению них. Кто считает себя за ничто, признает свое невежество, тот являет этим, что он ищет исполнять волю Божию, а не свои страстные пожелания. Страх Божий есть хранитель и защитник души. Он страж ума этого царя, владычествующего над внутренним человеком. Он поражает всех врагов царя. Кто ищет славу Божию, тот старается уничтожить в себе всякую нечистоту. Истончивающий себя воздержанием приближается к здравию. Предаваясь унынии, мы непременно делаемся предателями, самих себя. Мужественное сердце вспомоществует душе по Богу, в противоположность этому унынию вспомоществует злобе. Крепость желающих стяжать добродетелей заключается в следующем. Если они падут, то не должны предаваться малодушию, они должны восставать и снова подвязаться. Телесные подвиги, проходимые в духовном разуме, суть орудия, которыми возделывается добродетели. Страсти рождаются от нерадения. Неосуждение ближнего служит ограждением для борющихся со страстями под руководством духовного разума. Безумно разрушает эту ограду, порицающий ближнего. воздержание языка доказывает от человеки, что он истинный подвижник. Необознанный язык служит признаком человека, чуждого добродетеля. Милостыня руководствует к любви. Благость к ближнему матерь чистоты. От многих попечений и рассеянности зарождаются страсти. 390. Жестокосердие отец сгнева. Душевный пост состоит в отвержении попечений. Увлечение попечениями падение души. Исправляется она безмолвием в разуме. Насыщение сном возбуждает страсти в теле. Умеренным бдением охраняется сердце от страстей. Излишний сон сообщает сердцу дебелость. Умеренное бдение изощряет его. Плачем изгоняется из души все страсти. Не уязвляй совести ближнего и стяжешь смиренно мудрее. От славы человеческой мало помалу рождается гордость. Любящий полное довольство во всем утрачивает духовный разум. Воздержание чрева укращает страсти удобно возжигает их прихотливое употребление пищи. От постоянного помышления о суде Божьем рождается страх Божий. Попирающий же совесть утращивает из сердца добродетели. Он четыре ста в Исаии. Любовь к Богу изгоняет леность. Любовью к Богу изгоняется леность. Рождается она там, где отсутствует страх Божий. Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу. Многословие бывает причиной уныния и раздражительности. Кто отсекает волю свою перед ближним, тот доказывает этим, что ум его, служитель добродетели. А обнаруживает неразумение тот, кто упорствует исполнить свою прихоть с оскорблением ближнего. Страх Божий тайные поучения хранят душу от страстей, а беседа о мирских делах помрачает ее и отклоняет от упражнения в добродетелях. Пристрастие к веществу возмущает ум и сердце, обновляет их презрение вещества. Умалчиванием греховных помыслов обнаруживается искание похвал и соромной славы мира. Тот, кто открывает искренно страстные помыслы отцам своим, изгоняет из себя эти помыслы. В дом, не имеющий ни зерей, ни окон, свободно вползает гадая змея. Подобен такому дому подвижник, не хранящий подвига своего. Ржавчиной снедается железо и честолюбием сердца человека, потворствующего этой страсти. Плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, и тщеславие истребляет плод монаха. Основание всех добродетелей смиренно мудрия, основание всех страстей чрево объедения. Венец добродетелей любовь, венец страстей оправдания грехов своих. Общение и беседы с мирянами возмущают сердце, и, лишая его дерзновения к Богу, посрамляет его во время молитвы его. Любовь к подвигам есть ненависть к страстям. Напротив того, лености и праздности удобно вводятся страсти в душу. Не связывай себя делами мира, и помысл твой будет безмолвствовать в тебе. Не надейся на крепость твою, и помощь Божия будет всегда содействовать тебе. Храни очи и сердце твое от воззрения лукавых, смотрящих сладостра на кого-либо, совершает прелюбодеяние в тайне души своей. Храни слух твой, чтобы не навлечь брани самому на себя. Упражняйся в трудах и рукоделии, чтобы доставить нищему кусок хлеба, а себя предохранить от праздности. Праздность есть падение и смерть для души. Частой молитвой истребляется пленение греховным и суетным мечтаниям, а не родение о ней, вкрадывающаяся мало помалу, есть мать забывчивости. Ожидающий близкой смерти не впадет во многие грехи. Напротив того, надеющийся жить долго опутается многими согрешениями. Жительство того, кто приготовляет себя к отчету перед Богом во всех поступках своих, Бог ощущает от грехов промыслом Своим и помощи Своею. Напротив того, идет путем греховным тот, кто не брежет о Суде Божьем и говорит, когда-то еще настанет этот день. Ежедневно, прежде нежели начнешь заниматься каким-либо делом, подумай, где ты, куда пойдешь по исшествии с тела, и ни одного дня не проводи вне родения душе твоей, помышляй о блаженстве и славе, которых сподобились все святые, и мало-помалу привлечешься к подражанию их жительству, помышляй и о уничижении, которому подвергнутся грешники, и будешь охраняться постоянно от зла. Постоянно совещайся с отцами твоими, и всю жизнь твою проведешь спокойно. Если демоны начнут смущать тебя по поводу пищи или одежды, или великой нищеты твоей, также по поводу оскорблений, которым подвергаешься, то ничего, не отвечай им. Но предай себя Богу от всего сердца твоего, и Он успокоит тебя. Тщательно исполняй твое молитвенное правило, остерегись, не допусти себе пренебречь им. От тщательного исполнения правила просвещается и укрепляется душа. Если ты сделал что доброе, не хвались этим. Опять же, если ты содел много зла, то не печалься об этом безмерно, но решись твердо сердце твоем впредь не увлекаться. Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении перед Богом тело твое трудами и воздержанием. Вместе с этим не дозволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и ощущениями, и обретешь покой. Если ощутишь в себе бед действие страсти чревообъедения и пожелания различных снедий, то вспомни тот смрад, в который обращается всякая пища. Это поможет тебе сохранить воздержание. 427 А. Исаи Если возникнет сердце твоем гордость, то вспомни, что она способна погубить все благое жительство твое, что для предавшейся ей уже нет покаяния. Этим остановишь действие ее. Если красота телесной начнет обольщать сердце твое, то подумай, сколько смраден этот грех, и воздержи сердце от увлечения им. Ощутив расположение сладострастное к женщинам, вспомни о женщинах уже умерших. Что сделалось с ними? Во что превратились тела их? Духовное рассуждение, рассматривая правильно все страсти, устраняет их от человека. Невозможно стяжать духовного рассуждения, не возделав его на ниве его. Это нива безмолвие. От безмолвия рождается подвижничество, от подвижничества плач, от плача страх Божий, от страха Божия смирение, от смирения духовное прозрение, от духовного прозрения или разума любовь. Любовь же соделывает душу здравую и бесстрастную. Тогда познает человек, сколько удалился он от Бога. Желающий достичь высокой духовной почести, то есть стяжать вышеисчисленные добродетели, должен отказаться от пристрастных попечений каком бы то ни было человеке, должен привести себя в настроение готовности умереть ежечасно, должен приступая к молитве каждый раз рассмотреть, что отлучает его от Бога, и устранить это из себя, должен возненавидеть земную жизнь, тогда благость Божия не замедлит даровать ему желаемое им. Страница 185. Будь убежден в том, что каждый человек, употребляющий пищу и питье нерассмотрительно и невоздержно, любящий что-либо мирское, никогда не получит высокой духовной почести, никогда не достигнет до нее, он лишь будет обольщать и обманывать себя пустою надеждою. Умоляю каждого человека, желающего принести Богу покаяние, отказаться от употребления вина в большом количестве. Вино возрождает погашенные страсти в душе и изгоняет из нее страх Божий. Проси Бога от всей крепости твоей, чтобы он не спас страх в сердце твое. Страх Божий умерщвляет все страсти, борющие несчастную душу, стремящиеся отлучить ее от Бога и овладеть ею. С целью завладеть человеком враги его демона употребляют все усилия, чтобы побороть его страстями. Брат, доколе ты находишься в теле, не попусти себе беспечности. Хотя бы ты увидал, что на некоторое время успокоился от страстей, никак не доверь этому спокойствию. Демона лукаво прекращает на время нападения свои. Поступают они так с тем намерением, чтобы человек, возомнив о себе, что он достиг бесстрастия, перестал наблюдать за сердцем и хранить его. Тогда они внезапно наскакивают на бедную душу, уловляют ее, как птицу. Если окажутся более сильными, чем она, попирает и уничижает ее немилостиво, ввергая в разные согрешения, более тягостные, нежели те, от отпущения которых она доселе молилась. Станем же страхи Божиим и хранением подвигов навершим самые подвиги. Тщательно будем возделывать те добродетели, которые противоборствуют злобному стремлению врагов. Подвиги, лишения и скорби кратковременной земной жизни не только охраняют человека от страстей и демонов, но и уготавляют душе венцы прежде исхода ее из тела. Святой Учитель наш Господь Иисус Христос обнаружил перед нами бесчеловечие и жестокость демонов. Он соболезную роду человеческому заповедал нам быть мужественными и бодрствовать. Будьте готовы всякий час. Идет тать, как бы не застал он вас спящими пришедши нечаянно. Господь, отъемля от пресных своих тот страх, который наводится миром, преследующим учеников Господа, сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Укрепляя их, чтобы они не малодушевствовали в скорбях, он дал радость сердца и говоря, вы прибыли со мною в напастях моих, я завещеваю вам, как завещевал мне отец мой царство, да идите и пиете на трапезе моей. Это сказал он не всем, но тем, которые прибыли с ним в искушениях. Кто же эти, прибывшие с Иисусом в искушениях, как не те, которые противостоят влечениям падшего естества и, наконец, вполне уничтожают действия их? Слова эти произнес к ним Господь, когда шел на крест. Желающий есть и пить на трапезе Господа, да зайдет с ним на крест. Крест Иисусов есть воздержание от страстей, увенчивающиеся совершенным истреблением их. 440. Апостол Павел в послании к Тимофею сыну своему говорит, «Если с Ним, с Господом Иисусом умираем, то с Ним и оживем, если терпим, то с Ним и воцаримся, если отвергнемся, и Он отвергнется нас». Кто же эти отвергающиеся Его, как не те, которые последуют плотской греховной воле падшего естества и наносят укоризну святому крещению? «Именем Господа Иисуса в Святом Крещении даровано нам отпущение грехов, но враг наш по зависти и ненависти к нам опять связал нас с грехом. Господь же наш Иисус Христос, ведая злобу демонов, которые они заразились против человека с самого сотворения Его, приложил к дару крещения дар покаяния, действующий до последнего издыхания нашего. Если бы не было покаяния, не было бы и спасающихся. Да коли имеем на себе печать святого крещения, постараемся изгладить припосредстве покаяния грехи наши, чтобы обрести милость в день суда, который приблизился и уже наступает. страсти суть недуги души и ее язвы из трупа, отлучающие ее от Бога. Блажен тот, кто очистился от них. Он, как словесный отца, будет вознесен на жертв них Божий и услышит глаз Господа, преподающий вечную радость. Добрый раб, благий и верный, в малом был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господа твоего, произволяющие исполнять свои плотские пожелания и не произволяющие вручевать себя святым врачевством покаяния, чтобы садиться чистыми и святыми, окажутся в часть исхода своего из тела обнаженными, не имеющими на себе ризы добродетелей, а они не извергнутся во тьму кромешную, в которой заключен дьявол, облеченный в одежду страстей. Страсти, блуд, похотение греховное, сребролюбие, уныние, злоречие, гнев, ненависть, тщеславие и гордость — это главные ветви зла. Подобны им невоздержание, украшение тела, плотская и суетная многопопечительность, леность, смехословие, и шутки, оставление скромности, стремление к роскошной жизни, попрание совести, забвение суда Божия, зависть к ближнему, оболгание братьев, человекоугодие, лжесвидетельство, лжеименный разум, расположение к учительству, расположение к приобретению вещественном по обычаю мирян, малодушие, нетерпеливость, злоба на ближнего, оставление самоукорения, любовь к славе человеческой и хладность к славе Божией, объявление своего подвига для внушения человеком высокого мнения о себе, расположение к изысканным и многим брашным, удовлетворение плотским страстям в сердце и мечтаниям греха, отвержение невменяемости, тщеславное мнение в своем разуме, любопрение, упорное последование своей воли, признание себя мудрым и добрым, признание брата недостаточным по уму, по добродетели, уничижения его. Все страсти, если допущена им будет свобода, действуют, возрастают, усиливаются в душе, наконец объемлят ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога. Это те тяжкие бремена, которые возлегли на Адама после того, как он вкусил от древа. Эти страсти убил на кресте Господь наш Иисус Христос. Это те ветхие мехи, в которые не вливается вино новое. Это те пелены, которыми обвязан был лазарь. Это бесы, и посланные Христом в стадо свиней. Это ветхий человек, которого повелевает апостол христианину совлечь себя. Это волши и терния, которая начала извергать земля Адаму после того, как он был низвергнут из рая. Христово иго благо и бремя легка. Его составляют чистота, чуждая гнева, благость, кротость, духовная радость, воздержание от всех страстей, любовь ко всем, святое рассуждение, непоколебимая вера, терпение скорбей, отчуждение от мира, чувстве сердца, желание разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается благое иго и бремя легкое, которое Христос заповедовал нам возложить на себя и носить на раменах наших. Вместо вместе это и путь. Ради его, чтобы достичь до него святые подъяли на себя многие труды и подверглись многим скорбям. Невозможет никто вступить на этот путь, если предварительно не совлечется ветхого человека. Если не освободится от всех страстей, если не стяжет любви, божественная любовь освобождает человека от всех усвоений приходящего мира. Да коли мы любим что-либо принадлежащее миру, да то ли любовь Божия не может обитать в нас. За свидетельство на это Писанием не можете говорить он трапезии Господней причаститься и трапезии Бесовской Кто возвестит вам место вечное Ходя и в правде глаголей правый путь ненавидящий беззаконие и неправду и руки отрисающие от даров отягчивающие уши да не услышит суда крове смежающие очи да не узрит неправды все селиться в высоте пещер камень крепкого хлеб ему дастся и вода его верна Исайя 38 14 Господь так действует она за то что они последуют воле Божией напротив того последующая воля падшего естества и желающие исполнить ее хотя и вынаруживают сначала духовное стремление но не могут противостать врагам по той причине что не хотят отказаться от воли падшего естества исполняют ее поступая так они опочивают плотью то есть нисходят в плотское состояние и соделывают весь подвиг свой суетным и тщетным пророк обличает и говоря проклят творящий дело Господне с небрежением и Имия 48 10 Бог не помогает тем которые хотя и вступили в служение ему но вместе служат и страстям Бог предоставляет их самим себе так как они произвольно захотели последовать себе и предает их в руки врагов их демонов вместо чести которые они искали от человеков они подвергаются бесчестию перед ними как не противоставшие невидимым врагам если бы они сделали это то Бог помог бы им в свое время и смирил бы врагов под ноги их все Писание свидетельствует что человек не бывает услышан Богом если он молится Богу ни в подвиге и утомлении тела ни из среды лишений ни из сердца сокрушенного и смиренного приступим всеусердно молитвой благости Божией в слезах в удручении тела подвигами и лишениями оказывая покорность перед каждым человеком смиряясь перед братьями нашими как перед превосходящими нас во всех отношениях не воздавая никому зла за зло не питая ни о ком худых помышлений в сердце имея со всеми одно сердце и одну душу ежедневно будем рассматривать в какое устроение достиг ум наш и хранить его от осквернения помышлениями нечистыми не дадим телу насыщения чтобы страсти свойственные ему не предъявили своих требований чтобы тело покорилось душе а душа покорилась уму и соделалась невестой непорочную придя в это состояние она призывает к себе жениха говорит да снидет брат мой виноград свой и доест плод овощей своих песнь пятая глава нам принадлежат два пути путь жизни и путь смерти идущий по одному не идет по другому кто же идет то по тому то по другому тот не принадлежит окончательно ни к одному из двух путей ни к ведущему в царство ни к ведущему в муку когда же он скончается то суд над ним принадлежит единому богу которого милость неизреченна страница 190 царство божие есть истребление всякого греха сердце в котором водворилось царство божие хотя враги стараются насеять зло принося греховные помыслы но помыслы эти не находя в человеке никакого сочувствия не приносят никакого плода с того времени какун вкусит божественные сладости стрелы врага уже не входят в него все оружие добродетелей в которые он облечен охраняет и ограждает его не попускает ему возмутиться содержая его в божественном видении он силой духовного рассуждения постоянно различает пути одного уклоняется другого держится глава всех зол одна злоба врагов наших демонов источник всех добродетелей один страх божий возлюбленный брат стяжи к себе страх божий и будешь проводить жизнь твою в душевном мире потому что страх божий рождает все прочие добродетели кто не водится во всех действиях своих страхом божиим тот еще не соделался причастником царства божия пребывая постоянно в подвиге отсещу аж мало по малу страсти знамение успеха или безуспешности в подвиге заключается в следующем доколе действует левая то есть левая рука или падшее естество да то ли грех не умер да то ли десница то есть добродетели не вступили в священный союз с тобою этому научает нас и писание не знаете ли говорит он что кому вы представляете себя в рабы в послушание рабы есть кого слушаете или греха к смерти или послушание в правду господь сказал оприсных своих что он взял их из мира отфея 6 3 у какого мира отъял он их от мира то есть из жительства суетного и греховного каждый желающий быть учеником Иисуса добежит от страстей не оставивший их не может быть обителью Бога не допустится вкушению сладости божественной ум если не стяжет здравия не соделается чуждым злоба не может соделаться зрителям божественного света зло подобно стене стоит перед умом и соделывает душу бесплодную возлюбивший Бога возгоревшийся желанием что Бог устроил в нем жилище себе не восхотевший остаться в бедственном сиротстве да заботится во первых о том чтобы сохранять заповеди Иисуса чтобы проводить жизнь ради Иисуса Иисус недалеко от каждого из нас между им и нами одна преграда наши страсти и потому если утверждаешь что ты отрекся от мира а действуешь во многих случаях по началам мира то ты не вполне отвергся ты обольщаешь сам себя Господь заповедовал нам нести крест какое значение имеет эта заповедь значение ее заключается в том чтобы ум непрестанно бодрствовал и пребывал в добродетели вошедший на такой крест да не сходит с него то есть да пребывает в постоянном воздержании от страстей постоянно воздерживающийся от страстей умерщвляет их в свое время тогда ум воскресает состояние непобедимости если человек не оставит всех суетных попечений то невозможно зайти на крест на этом основании Господь повелел оставлять все усвоения и все начальные причины не заводящие ум с креста апостол ведая что невозможно любить вместе и Бога и мир написал ученику своему никакой воин не связывает себя делами житейскими чтобы угодить военачальнику если подвизается кто то не уничивается если незаконно подвизается приносящие благий плод ощущаются Богом с той целью чтобы они сделались еще плодоноснее но Господь не удостаивает любви своей тех которые исполняют греховную волю плоти прибегнем к благости Божьей умоляя Бога чтобы Он милосердился над нами и даровал силу свергнуть тяжкое иго мира утопающего в греховной скверне не дремлет враг наш ежечасно старается он уловить нас и похитить наши души с нами Господь наш Иисус Христос Он сокрушит врага святым Своим Словом если мы будем соблюдать это слово доколе имеем возможность прибегать к милосердию Божию и пользоваться богатством щедрот Божиих доколе находимся в теле раскаемся от всего сердца в грехах наших кратко поприще земной жизни если возложен на себя подвиг соответствующий силам нашим то наследуем вечную и неизглаголанную радость если обратимся вспять то уподобимся тому юноше который вопросил господа что ему делать чтобы спастись и который ушел от господа печаленный ответом господа господь сказал ему все что имеешь продай и раздай нищим и взяв крест свой иди за мною этими словами господь научает нас что спасение наше состоит в отсечении воли падшего естества юноше представилось тягостным отдать все имущество нищим но еще более тягостным нести крест предоставление имущества нищим есть частная добродетель она соделает человека способным нести крест ношение же креста заключается в отречении от всех видов греха и рождает любовь без которой не может состоять в отношении креста имеется и мнимые добродетели в которых нет ни любви ни совершенства произволяющий вступить на путь любви да отречется от попечения о человеках каковы бы они ни были добры или злы и да устремит все желание сердца к Богу от такого стремления к Богу начинает действовать естественный гнев который противостоит всему что насевает враг тогда закон Божий начертывается на душе и являет свое присутствие в ней деятельностью по побуждениям страха и любви человек достигший этого состояния неразновенно говорит с апостолом я не только хочу быть связанным но и умереть готов за имя Господа Иисуса Христа блаженно душа достигшая такой любви она соделывается бесстрастною 470 удалившейся из мира рассмотрим себя в каком мы находимся устроении Господь Иисус многомилостив Он подает успокоение каждому соответственно делам его успокоение великое за дела великие малое за дела малое одно царство но каждый обретает в нем свое место и свое дело противостанем лености свергнем себя сударь сударь это закрывающие глаза есть забывчивость она препятствует нам зреть свет покаяния приобретем себе Марфу и Марию удручение тела подвигами и плач да доходатайствуют они перед спасителем и он воскресит Лазаря ум связанным многими пеленами пожеланиями падшего естества будем подвязаться соответственно силе нашей и Бог по множеству милости своей окажет нам содействие если мы не сохранили сердец наших чистыми как сохранили их отцы то постараемся сохранить от грехов по крайней мере тела наши как требует этого Бог веруем что во время страшной скорби долженствующий постигнуть нас в час смерти он помилует нас как помиловал всех святых носящий тяжелое бремя страстей и действующий по началам падшего естества не есть истинный израильтянин он обобщает сам себя носять тщетно одно имя ничего не получит он от Господа Иисуса от которого отрицается своей деятельностью воскрешает в себе то что он умертвил и оживляет то что он предал погребению очевидно что поступающий так не есть истинный иудей но ложный не обрезан он не хранит субботы и потому Господь наш Иисус Христос когда придет во славе своей тогда введет в свое вечное царство одних сынов Израиля то есть одних истинных христиан обрезанных не плотским обрезанием но духовным Израильтяне Божий избранный народ составленный из всех народов имеют обрезание сердца и сохраняют в субботу то есть упразднили в себе грех блажен подвязающийся с облегшейся того что увлекает в гиенну облегшейся в то что вводит в царство нискожено время земной жизни но мы обольщаемся и тратим его на пустые дела между тем подходит неприметно последний час и мы подвергаемся плачу вечному не пренебрежем хранением сердца нашего постоянно будем наблюдать за ним прилагая все попечение о спасении своем и молясь непрестанно благости Божией чтобы она помогла нам не будем гневаться на ближних за слова произносимые ими безрассудно будущее не возделаны добродетелями они чужды Богу они сосуды врага окончится в свое время жизнь их и они оставят попыще земной деятельности возлюбленные братья во всяком действии вашем обращайте главное внимание на смирение чтобы неопустительно исполнять требуемое им терпение бесчестий и отсечения воли падшего естества держащийся своей воли повреждает и погубляет этим все свои добродетели руководящийся смиренно мудрим отсекает свою волю в кротости и праведности евангельской боясь любопрения как змея расположение к спору и распри не извращает все здание добродетелей и наводит помрачение на душу закрывает от нее свет евангельских заповедей позаботься устранить из себя эту проклятую страсть которая примешивается к добродетелям вкрадывается в человека под видом правды и губит его Господь наш Иисус Христос не прежде взошел на крест как по отлучению Иуда из сонма учеников и человек если не истребит из себя этой гнусной страсти то невозможно преуспевать в служении Богу за этой страстью последуют разные виды греха последует за ней отвержение терпения последует за ней увлечение тщеславием живет в душе любопрительного и высокомудрого все что ненавидит Бог что не представляет любопрительность праведным и божественным представляет ложно осуждение себя допредшествует суду над ближним этим доставляется смирение смирение заключается в отсечении своей воли перед ближним в духовном разуме чистота сердца доказывается нерассеянной молитвою 480 из невменяемости прозябает плач любовь свидетельствуется неосуждением ближних стяжавшей долготерпения не попустит в себе помышления лукавого о ближнем боголюбивое сердце чуждо мстительности безмолвие состоит в том чтобы не отвлекаться ни в чем от служения Богу нищета духовная принадлежность сердца незлобивого мир души от повиновения сил и ее уму кротость является в терпении милость сердца вынаруживается прощением обид и оскорблений все естественные добродетели рождаются от отсечения воли падшего естества когда человек отречется от своей воли тогда добродетели вступают в священный союз между собою тогда приходит ум в устроение неколеблемое возмущениями из всего писания вижу что требование Бога от человека сосредотачивается в следующем чтобы он смирялся перед ближним во всем чтобы отсекал волю падшего естества во всем чтобы непрестанно умолял Бога о помиловании чтобы непрестанно умолял Бога подать ему руку помощи единственное эта рука может сохранить человека от усыпления в которое он постоянно влечется недугом забывчивости единственное эта рука может удержать ум от рассеянности и скитания повсюду падшее человеческое естество заражено лукавством и переменчивостью все добродетели наши в Боге отнюдь не наша собственность Бог спасает нас он не спасает нам силу храниться от зла он покрывает нас промыслом своим и подает нам возможность пребывать в нестяжании он дарует нам обращение к нему и когда обратимся к нему это бывает последствием действия его на нас он внушает нам благодарить его и благодарим его подару его он не посылает в нас благодать действием которое возбуждается в нас благодарение Богу Он защищает нас от врагов наших демонов и сторгает нас из рук и челюстей их расположение к спорам и распрям или любопрительность рождается от следующих пороков от пустословия от ухищренного многословия от лицемерного слова произносимого с целью человеку угодья от дерзости от двуличности от желания настоять на своем слове этими пороками не извращается душа беспощадно она делается бесплодной от усвоения их себе если человек не прольет пота в подвиге для снискания каждой добродетели то он не может достигнуть покой Сына Божия Братья не неродите о жительстве спасений вашем удостоверьтесь что во всяком деле в котором действует пленность действует и злоба берегитесь чтобы не отняты были у вас срок и поприще данное для покаяния прежде нежели вы успеете достичь покой Сына Божия покой этот состоит в смирении долженствующим обымать собой все поведение и все поступки инока в незлобе и во всецельном отвержении ненависти так чтобы не ощущать ее ни к одному человеку в воздержании от всякого действия неблагоугодного Богу в постоянном зрении грехов своих в мертвости ко всякому злу обетование Бога не может быть ложным если мы постараемся приобрести такое настроение то он будет присущ нам и укрепить нашу немощь во благости своей сказал некто из отцов если человек не стяжет веры в Бога постоянного стремления к Богу если не стяжет ни злобе не воздающего злом за зло если не стяжет подвижничество смирение целомудрие человеколюбие отречения от мира кротости долготерпения частой молитвы с болезнью сердца истинной любви незрящей вспять терпение попускаемых скорбей отвержение упования на свое добродетельное жительство то не может спастись человек злобные враги твои не дремлют они неусыпно заботятся о погибели твоей не вознероди не попри твоей совести никак не доверь себе что ты достиг во что-нибудь угодное Богу ты находишься еще в стороне врагов твоих благоразумное удручение себя подвигами изглаждает пороки произведенные предшествовавшим нерадением плащ сердца исцеляет язву нанесенное сердце внутренними врагами совершенная любовь к Богу противостоит внутренним браням побарая их волею Божией и покоряя ей пункт 500 А в Исаии чистота сердечная побеждая брани сердечная уготовляет сердце вместо покоя Сыну Божию целомудрием сохраняется в целости добродетели духовный разум и победитель и хранитель обрезший благодарение Богу во время нашедших на него искушений обращает нашедшие на него искушения в бегство недоверие к подвигу твоему что он благоугоден Богу привлечет к тебе помощь Божия которая будет охранять тебя вдавший сердце свое благочестивое истинное искание Бога не может даже помыслить что он угоден Богу обличаемой совестью в чем-либо принадлежащем падшему естеству чушь свободы где обличение там и обвинение где обвинение там нет свободы когда наконец увидишь что во время молитвы совесть не обличает тебя ни в одном виде греха тогда это будет признаком что ты точно получил свободу и по воле всесвятого Бога взошел в святой покой его если усмотришь что благой плод укрепился и плевелы вражеские не подавляют его если супостаты точно побежденные отступили от тебя не с коварством что делается ясным из прекращения борьбы с чувствами если облако осенило скинии и во дне солнца не ожет тебя и не луна ночью если обретается в тебе все принадлежности скинии и она поставлена и хранится по воле Божией то поистине дарована тебе победа Богом он сам он сам осенил свою скинию как принадлежащую ему он предходит пред нею и предуготовляет ей приличное безопасное место если Бог не остановится предварительно в том месте в котором благоугодно ему остановиться то искиния должна продолжать свое шествие так поведает писание человек находится в великой опасности доколе не познает себя доколе не уразумеется с сею точностью что удалились из него все закоренелые противники и осквернители монашеского делания возбуждающие в монахе действия ветхого естества мы нуждаемся чтобы непрестанно преобладал над нами страх всеблагого Бога чтобы неоскудно действовало в нас памятование благодеяний Божиих мы нуждаемся чтобы постоянно обладалось сердцем нашим благодать Божия при посредстве святого смирения мы нуждаемся прилежать всему чем уготовляется и хранится это состояние пребывая до конца жизни умом в трезвении и подвиге кто судит ближнего порицает брата уничижает его в сердце обличает его с гневом говорит о нем худо при других тот устраняет из себя милость и прочие честные добродетели которыми обиловались святые таким поведением в отношении к ближнему уничтожается все достоинство подвигов и погубляется все благие плоды говорящий что он оплакивает согрешения свои продолжающий подвергаться им обманывает сам себя усиливающийся безмолвствовать и вместе с этим не заботящийся об отсечении страстей своих страдает неведением в святом искусстве созидания добродетелей оставивший попечения грехах своих и принявший на себя попечения исправлений других чужд молитвы возносимой из всего сердца чужд утешения доставляемого божественным разумом мужество состоит в том когда человек вооружится против прежде содеянных им грехов молит Бога о даровании ему прощения в них молит Бога чтобы они не возобновились ни в уме его ни в сердце ни в действиях если воспоминание о содеянных грехах не возобладает неоскудно сердцем и не отвратит взоров ума от всего принадлежащего миру то человек невозможет избавиться от насилия усвоенных им страстей невозможет воздержаться от грехов которым привык невозможет отвлечь помысл свой от осуждения созданий Божиих приносящие истинное покаяние не занимается уже осуждением ближних они занимаются оплакиванием грехов своих если грехи твои привлекут к себе все внимание твое то этим отвлечешь себя от внимания грехам ближнего воздающий злом за зло далеко устраняет от себя плач далек от плача тот кто вдается в мирские заботы с целью удовлетворения своему тщеславию далек от плача последующей воли естества падшего 520 если плачущий скажет о ком-либо что он хорош или худ то одно суждение это уже служит для него стыдом и укоризм такое суждение обличает его что он мог увидеть то чего не должен был видеть человек грешнее себя человека покушение узнать о чем-либо не касающемся собственно его есть начинание противной совести признак незнания пути Божия лукавое увлечение и пленение не допускающее видеть грехов своих если тебя поносит и ты заскорбишь от этого то нет в тебе истинного плача страница 200 если подвернешься убытку или лишишься каким-либо образом принадлежащих тебе вещей и опечалишься этим то нет в тебе страха Божия если кто прославляет тебя и ты с услаждением принимаешь похвалу то нет в тебе страха Божия если скажут о тебе что несправедливо и ты смутишься то нет в тебе страха Божия если при разговоре с братьями ищешь чтобы слово твое взяло верх над словами других то нет в тебе страха Божия если занимаешься посещением славных мира с намерением свести с ними короткое знакомство и дружбу то нет в тебе страха Божия если пренебрегут твоим словом и ты обидишься этим то нет в тебе страха Божия исчисленные признаки показывают что живеткий человек в подвижнике что обладает им что не встречает себе сопротивления что нет в подвижнике истинного плача служитель Божий должен иметь очи духовные ими увидеть себя и познать что последующие воли падшего естества есть враг Божий по произволению пункт 530 А в Исаии если будешь хранить заповеди Божии совершать все дела твои в духовном разуме ради Бога если уразумеешь что невозможно угодить Богу достойно величию его если предложишь грехи твоим взорам ума и будешь постоянно содержать перед ними то найдешь в этом защиту против злохитрого врага который усиливается не зложить человека склоняя его оправду от себя ты сохранишь целости здания устраиваем плачем не попусти сердцу твоему понадеяться что ты одержал победу доколе человек не предстанет на суд Божий доколе не услышит окончательного определения о себе и не узнает какое место назначено ему да то ли служение его Богу находится под страхом в положении нерешенном печаль в разуме Божием снедаясь сердце удерживает чувство его от увлечения грехом отрезвения противостоит лукавым помыслам и охраняет ум от движений небогоугодных человек доколе находится в теле никак не должен и не может доверить себе он не способен к неизменяемости необходимо ему пребывать в непрерывающемся подвиге блажены те которые не возложили упование на дела свои которые уразумели величие Божие и сподобились исполнять в точности волю Божию познав свою немощь они сосредотачивают свои подвиги в печаль покаяния они оплакивают себя оставя суетную и греховную заботу о всем совершающемся в мире который как создание Божие подлежит суду единого Бога победа подвижника заключается в том когда он предаст себя всего Богу и исполнением воли его достигнет совершенства тогда имя его будет внесено в книгу жизни ангелы засвидетельствуют о нем что он избежал князей воздушных и сопричислится он к небесным блаженным духам но доколе продолжается борьба то ли человек находится в страхе и трепете не ведает он победит ли сегодня или будет побежден не ведает он что ожидает его на следующий день победа ли или побеждение до до Продолжение следует...